Уважаемые коллеги, мой доклад называется «Решение уравнения на Вестокса методами теоретической физики». Для того, чтобы как можно прозрачно рассказать о том, что мною сделано по этой теме, я построил свой доклад по следующей схеме. Информация, которая приведена на слайде номер один, я назвал так. Есть основания предположить, что для завершения решения задач теоретической гидридинамики вначале должно быть завершено решение задач теоретической электродинамики. То есть для уравнения классической электродинамики Максвелла один штрих, а также для квантов в соотношении два штрих-три штрих, полученных из этого уравнения, должны быть получены доказательства из основных уравнений теоретической физики. Таким образом, я полагаю, что мы до сих пор не совсем правильно понимаем истинную природу основного уравнения теоретической гидридинамики один. И поэтому из этого уравнения, хотя умеем получить решение два, на базе возможностей, к которой мы можем понять природу ламинарной текущести, однако из этого уравнения до сих пор не умеем получить решение три, на базе возможностей, к которой мы можем понять природу трублетной текущести. Поэтому, для того, чтобы решить эту задачу, я считаю необходимым заняться завершением разработки основ теоретической электродинамики с такой степень полноты, что при этом на базе возможности основных уравнений теоретической физики было бы получено теоретическая интерпретация уравнения Максвелла 1-стрих и тем квантным соотношением 2-стрих-3-стрих, который получил план Z-уравнение. Как я полагаю, если такая задача будет решена, тогда, беря за основу новые идеи, которые будут выдвинуты на этом пути, мы можем получить формулу 3-4, на основе которой можно будет понять природу турбулентной текучести. Разумеется, для того, чтобы успешно решить задачу такого содержания, чтобы получить теоретическую интерпретацию природы уравнения Максвелла 1-стрих и квантовых соотношений 2-стрих-3-стрих, вначале должна быть завершена разработка основ теории многих частиц теоретической физики. В общем, я считаю, что самая главная, большая беда многих задач, что они плохо решаются, до сих пор основа теоретической физики, как теория многих частиц, не завершена. Вот если эта главная, великая задача будет завершена, остальные легко будут решаться. Вот, далее, для того, чтобы рассказать о современном состоянии теории многих частиц, второй часть доклада я назвал, о том, как удалось осознать, что для теоретической интерпретации природы уравнения Максвелла 1-стрих и соотношения 2-3-стрих более телесообразно завершить разработку основ теории многих частиц, которые ранее разрабатывались на основе классической физики, например, на основе уравнения Гамильтона-Якови и уравнения Гибса. Тем самым предполагая, что доказательства уравнения Максвелла и этим соотношениям на основе уравнения новой физики, квантовой динамики и квантовой электродинамики получить невозможно. Значит, я считаю, что для интерпретации природы уравнения Максвелла более подходит старая классическая физика Гамильтона-Якови и уравнения Гибса, чем новая физика, как квантовая динамика. Дальше. Здесь для меня основной целью будет показать, что основные уравнения ранее полученные из уравнения квантовой динамики Гамильтона, такие как основные уравнения Гамильтона-Якови и Шреддингера-2 и Гибса-3, для решения нам и сформулирования задачи более подходят, чем основные уравнения так называемой современной физики, такие как временное уравнение Шреддингера-10 и основное уравнение матричной механики-11, которые предполагаются также полученные из основного уравнения классической динамики-1. Для того, чтобы доказать, что это действительно так, обратим внимание на следующие факты. К тому времени на основе теоретической физики из уравнения Гамильтона в динамика-1 уже было получено основное уравнение теории Гамильтона-Якови и Шреддингера и Гибса. Было известно также и о том, что Гибсом на базе возможностей уравнения 3 уже было получено обоснование к основному уравнению технической термодинамики и химической термодинамики. Это учтено при поставлении схемы. Вот большой схемы внизу стоит. Хотя Гибсу для того, чтобы полностью завершить свою программу, еще не удавалось получить доказательства также основным уравнением физической химии 6-7. Однако при анализе всех этих результатов, полученных Гибсом, уже нетрудно было догадаться, что он очень близко подошел к полному завершению одной половины теории многокчастиц, которую можно назвать теорией многокчастиц. Разумеется, при таком положении вопроса, когда одна половина теории многокчастиц была уже очень близко к своему завершению, у многих физиков под влиянием этих идей Гибса возникла потребность разработать основу также второй половины теории многокчастиц. Однако такая возможность появилась только в 1926 году, когда Шриддингер вначале получил свое волновое уравнение 2-2. Далее показал, что природа этого уравнения может быть понята как уравнение, полученное как продолжение основных уравнений Гамильтона и Якоби. Таким образом, к 1926 году основу теории многокчастиц, которые постепенно разрабатывались физиками старого поколения, теперь уже можно было учесть с помощью схемы А-стрих, вот правая часть этой схемы. Таким образом, у этих физиков старого поколения было возможности заняться интерпретацией природы основного уравнения Гамильтона и Якоби Шриддингера и Гибса, так, чтобы на этом пути прийти к интерпретации природы уравнения Максвелла-1-стрих, а также квантовых соотношений 2-стрих-3-стрих, которые Планк получил из этого уравнения. Однако, как известно, этого не случилось из-за того, что в то же время по другому маршруту развития основы физики было получено основное уравнение матричной механики-11. И Шриддингер, попав под влияние новых идей этого учения матричной механики, быстро получил свое временное уравнение 10 и далее доказал, что это уравнение эквивалентнее. Далее физики так быстро получили основные уравнения квантовой электродинамики 12. Теперь я расскажу о том, почему я пришел к выводу о том, что для правильной разработки основной перетиски физики равные полученные уравнения Гамильтона и Яковича Шриддингера, Гамильтона более лучше подходит, чем уравнение 10 и 11 матричной механики и временной уравнение времени, полученные физиками молодого поколения под названием уравнение квантовой динамики. К такому выводу я пришел после того, как ознакомился с новыми идеями, о которых говорил Дирак в конце своей творческой жизни. Он в конце творческой жизни очень критически относился к квантовой динамике, квантной механике. И он в книге, написанной им под названием «Лекция квантовой теории поля», выставил мысль о том, что мы физики долго заблуждались, воспользовавшись основными уравнениями матричной динамики и волновой динамики как уравнениями совершения эквивалентной. И у этих книгах он показывает, что они на самом деле при учете Гамильтона, для приучения конкретных задач, сразу проявляется, что их неэквивалентность. Следующий слайд. Таким образом, после того, как во второй части мы убедились, что для теоретической интерпретации уравнения Макс, Вилла, Одиннадцатрик и квантовых соотношения 2-3-3-3, более подходящие основы могут служить уравнение Гамильтона, Яковича, Рейдингера и Гипса, чем уравнение квантовой динамики, теперь я расскажу о том, как мне удалось успешно завершить их разработку как основу теории многих частиц. Для этого беря за основу идею научной философии Декарта. Поэтому третью часть доклада я назвал о том, как на базе возможностей основополагающей идеи научной философии Декарта удалось в принципиальней части завершить разработку основ теории многих частиц, как классических теорий многих частиц и как квантовых теорий многих частиц. В этой основной части своего доклада я собираюсь вас убедить, что мне действительно в принципе нечастое удалось завершить разработку основ теории многокчастиц. То есть хочу убедить вас в том, что удалось решить задачу, решение которой для сих пор продолжало оставаться проблематичными. Разумеется, здесь естественным образом возникает вопрос, как стало это возможно. Хорошо. Хочу заметить, что это стало возможным благодаря следующему. Я, изучая труды Декарта, основателя современной науки и философии, обратил внимание на следующий факт. В его трудах содержится идея о том, что придут дни, когда Золотой фонд интеллектуального защищения человечества можно будет систематизировать и привести в порядок примерно так, как это иллюстрировано с помощью схемы 1. Основная суть научной философии Декарта сводится к следующему. Декарту казалось, что если с самого начала за основу теории мышления будет принято алгебрическое уравнение и архиментическое уравнение, то далее легко можно будет решать задачи всех остальных частных разделов наук на единой основе. Как известно, Декарта при разработке основы своей научной философии сходил из идеи, что основу математики следует разрабатывать только следуя алгебрическим методам. Однако, с другой стороны, уж известно и о том, что далее Ньютон-Левинс при разработке основы дифференциального исчисления исходил из идеи о том, что основу математики следует разработать, углубленно изучая не только алгебрические методы Декарта, следует расширить возможность математики, углубленно изучая возможности также не алгебрических ривых. Далее основы науки разрабатываются при одновременном использовании как возможностей алгебрических методов Декарта, так и возможностей не алгебрических методов Декарта, Ньютона-Левинса. Именно поэтому есть все основания полагать, что с тех пор в основе науки были получены результаты, где основополагающий вирод сыграл возможности как метода Декарта и как метода Ньютона-Левинса. Также есть основания предположить, что далее много трудностей как в основе математики, так и физики возникли из-за того, что те задачи, которые бы следовало решать только на основе метода Декарта, стали решать на основе метода Ньютона-Левинса. Таким образом, основная особенность нового подхода к решению взаимодействия новых частей в следующем. Я совместно анализирую идеи научной философии Декарта, использованные при построении схемы 1, вот предыдущей схемы, да. Идея современного Декарта, Ньютона-Левинса, полученного в основе математики и физики, имела возможность выделить те результаты, которые были получены только при использовании возможностей алгебрического метода. Обращая внимание на структурную особенность схемы 2 и 3, мы видим, что таковыми результатами являются алгебрическое уравнение, архметическое уравнение, которое Декарт принял за основу теории мышления. Вот в самом начале первой схемы по ЕМ Декарт я поместил алгебрическое уравнение, архметическое уравнение, как основу теории мышления. И дальше, при решении задачи геометрии, кинематики, физики, получаются дальнейшие результаты. При построении схемы 2 и 3 под названием «Современное состояние основ теоретической физики и его трудностей», «Современное состояние основы имперической физики и его трудностей», учтён факт о том, что до сих пор, как основа теории многопряженных движущих частиц, теории многопряженных движущих частиц, продолжают оставаться не совсем завершенными. То, что это так, при построении этой схемы символизирует наличие клеток, которые все еще не заполнены содержанием. Вот в верхних двух схемах, это относится к катеретической физике, вот самые последние клетки, вопросы стоят, они штрихованные, они как раз до сих пор с пониманием сути предыдущих результатов еще не заполнены. На следующем слайде приведены результаты, которые отличаются от результатов предыдущих схем только тем, что те клетки, которые оставались свободными, там здесь наполнены содержанием. Поэтому я эту схему назвал, о том, как в принципиальной части удалось завершить основу теоретической физики, о том, как в принципиальной части удалось завершить основу эмпирической физики. Вот те клетки, которые штрихованы там, везде заполнены. Результаты приведенных в этом схемах отличаются от результатов предыдущих схем тем, что клетка, в которой она осталась вакантной, заполнена. Следующий слайд, 4. 34. Я назвал о том, как объединяя идеи и результаты, полученные в области теоретической и эмпирической физики, удалось получить результаты, которые могут быть приняты за Золотой фонд Электуального защищения человечества. В предыдущих схемах один раз были получены результаты для теоретической и эмпирической физики. Их можно, в принципе, объединить, потому что на основе уравнения теоретической физики можно получить доказательства к уравнению получения эмпирической физики. Они поэтому объединяются. Следующий слайд. Вот объединенная схема по маршруту теории многих упорядоченных движущихся частиц, теории многих халатичных движущихся частиц. Таким образом, теперь в конце основного раздела доклада я вкратце расскажу о наиболее важных новых идеях, которые были выдвинуты при завершении разработки основ теории многих частиц, как классической теории многих частиц и как квантовой теории многих частиц. Какие здесь приводятся выводы? Первый. При разработке основ теории многих частиц целесообразно с самого начала отдельно, то есть независимо решать задачи, теории многих упорядоченных движущихся частиц, теории многих халатичных движущихся частиц. Современные теоретические физики на это не очень обращают внимания. Они везде совместно рассматриваются. А если их отдельно с самого начала рассмотреть, их решение облегчается. Второй. Доказано целесообразность использования возможностей 3-6-1-мерного пространства при переходе из уравнения Гамильтона динамики к уравнениям теории Гамильтона Яковлевича Реденгера и Гипса. Третий. На основе новых результатов удалось выяснить, что имел в виду Декарт, когда полагал, что теорию познания более целесообразно разрабатывают только на алгебристской основе. Оказывается, Декарт, говоря об алгебристской основе, алгебристских кривых, имел в виду кривые, которые могут рассматриваться как объекты эмпирической геометрии, эмпирической кинематики, эмпирической физики. Четвертый. Результаты, полученные при реализации программы Декарта в области научной философии, удалось интерпретировать, полученные результаты, как некий новый вариант теории множества. Математика, абстрактная теория множества, это просто теория множества, которая имеет противоречия. Никакой объект не рассматривает. Абстрактная теория множества. При завершении основы теории множества в физике, получилась теория множества, которые можно принять как теория познания. Которая емпирская частица, емпирская, что-то другое такое. Пятый. Удалось выяснить, что наиволе характерной чертой метода теоретической физики, отличающей его от метода математической физики, является возможность, наряду с методами разделения переменных, используют возможность метода упражнения переменных. Это нечто новое. До сих пор мат-физика работает, пользуясь методами разделения переменных. Здесь появляется возможность упражнения переменных. Следующее. Теперь, после того, как пользуясь возможностью основополагающей идеей научной философии Декарта, в принципиальной частице удалось завершить разработку основ теории Гамильтона и Эковича Рейденгера и теории Гипса, как теорию многооприятственной движущей частиц, как теорию хаватичной движущей частиц. Далее я расскажу, как мне удалось сделать полезными эти результаты для теоретического обоснования уравнения Максвелла и квантовых соотношений планка 2-штрих и 3-штрих. Раздел 4 и 1. О том, как новые результаты, полученные при разработке основополагающей теории Гамильтона и Эковича Рейденгера, использованы при теоретической интерпретации уравнения Максвелла и квантовых соотношений 2-штрих. Как это доказано во многих книгах математической физики, в своё время при получении волновых уравнений математической физики 8а-8b из основного уравнения Ньютона было показано, что на этом пути можно воспользоваться методом проведения касательных к алгебрическим кривым. Поэтому есть основания предположить, что при получении этих волновых уравнений за основу приняты возможности алгебрических методов Декарта. Однако, с другой стороны, вовсе известны факты о том, что математика, не совсем обращая внимание на этот факт, или не совсем правильно сознавая суть идеи алгебрического метода Декарта, далее при попытке решения этого уравнения, решение искали в рамках возможности идеи не алгебрических методов Ньютона и Лебенца. Вот когда основные уравнения мат физики ищутся лечения, пользуются методом тренингательского ряда. Это не алгебрический метод, это не алгебрический метод Ньютона и Лебенца. Говорят другими словами, математики не ушли в факт, что эти волновые уравнения получены при решении уравнения Ньютона 8а для многих, однако в то же время конечничества частиц, точнее связи контактных сил. Вот, например, упругая сторона, струна имеет прочность, из-за того, что там есть частицы контактной силы, а мат физика этого не учитывает. Поэтому математики при обращении этого волновых уравнения, из уравнения Ньютона 8а, не совсем сознавали существование факта, то есть факта, что при переходе из уравнения 8а Ньютона к волновым уравнениям учтена роль многомерных пространств размерностью 3 плюс 1. Они совсем сознавали факты о том, что мы в данном случае имеем дело с решением задачи физического содержания. Здесь я хочу обратить ваше внимание еще на один очень счастливый факт, то есть на то, что при завершении оздороводки основы теории Гамильтона Яковлевича Ряденгаря, гипса, как в теории многообрядочных и хаватических частиц, удалось выяснить, что основополагающим методом решения задач основного уравнения теоретической физики является метод разделения переменных и метод опразднения переменных. Это связано с тем, что основные результаты теоретической физики корректным образом можно получить и решить только на базе возможностей алгебрического метода Декарта. Декарта же при разработке основы своего метода за основу теории мышления приняли основные уравнения алгебры и архметики. Именно поэтому этот метод требует, чтобы окончательные решения были получены только на языке понятия алгебры и архметики. И для этого необходимо, чтобы понятия геометрические и кинематические содержания по ходу мышления должны опраздняться. Вовсе известны и тот факт, и факт о том, что имеется глубокая аналогия между волновыми уравнениями, которые обычно исследуют математики и математической физики, 8а, 8b, и волновыми уравнениями Максвилла, 1 штрих. Однако, на наш взгляд, этим фактом до сих пор не совсем умели пользоваться для того, чтобы на более глубоком уровне понять природу уравнения Максвилла. Теперь, после того, как удалось природу уравнения 8а, 8b понять, как уравнения имеющиеся смысл решения полученных из уравнения Ньютона для многих подчеркных связей частиц, на наш взгляд, мы можем интерпретить природу уравнения Максвилла, 1 штрих, тоже как уравнения, имеющие смысл решения полученных из уравнения Ньютона. Разумеется, есть основания предположить, что если уравнения частицы, которые взаимодействуют между собой, образуют струны и мембраны, выполняют обычные физические частицы, то в случае, когда мы имеем дело с уравнением Максвилла, если основания предположить, что уравнения таких частиц здесь принадлежат фотонам. Уравнения есть, да? Ремископли. Да, да, еще 5 минут у вас есть. Теперь я расскажу о том, как на базу возможностей новых идей и докладов удалось получить доказательства квантного соотношения планка. Поэтому я этот доклад, Путин, назвал так, о том, как новые результаты, полученные при завершении разработки основных статус механики ГИБСа, использованы при теоретической интерпретации соотношения планка для среднего энергоотеллятора. Хочу заметить, что при решении этой задачи я в пользу результатом Гуревича, который здесь, в Ленинграде, жил. Он в 1937 году аппликовал статью в этой области и получил эти результаты. вот, затем, сначала для свободной энергии, потом затем получил уравнение, далее получил уравнение 12-13, вот 13 как раз является для концентрации фотонов. И подставляя вот эту концентрацию на исходное уравнение получения планка, мы получаем действительно средний энергоотеллятор, формат для среднего энергоотеллятора более строгим образом. Теперь последний частер. Возможность новых идей для теоретических доказательств природы уравнения на вес токса и соотношения 3, значит уравнения 2 и 3. Согласно сути нового подхода, основанного на идее алгебристических методов Декарта, любые уравнения, ранее полученные с целью описания природы, свои теоретические доказательства получают в том случае, если для него найдется место в этой схеме Декарта. Определяющий истинный путь развития научной философии. Как видим, уравнение на вес токса 2 и соотношение 3 и этим требованием научной философии Декарта удовлетворяет. Следовательно, природа 2 и 3 может быть поняты как уравнение, имеющее смысл решения, полученное из уравнения Ньютона 1, при решении для многих вариаций недвижущих частиц с точностью алгебрической физики и атметической физики. Согласно сути нового подхода, идеи, учтенные при построении схемы 3 от предыдущей, также являются результатами полученной на вазе возможности алгебрической методы Декарта. Однако для случая, когда задача решается для многих хаотичных движущих частиц. Поэтому оттуда мы заимствуем формулу, полученную для концентрации фотонов и определяем через нее вязкость, получаем интерпретацию вязкости. Далее, подставляя эту формулу, исходную формулу Пуазеля, получаем уравнение, основное уравнение теоретической гидродинамики, при анализе, на основе анализа которого можно понять, как природу ламинарной текущей и турблетной текущей. Как раз это уравнение является аналогом обычной знаменитой уравнения Планка 90-го года, который объясняет, как длинноволновую и коротковолновую волос. А мы с самого начала постановки задач сказали же, мы хотим пользоваться аналогией между гидродинамикой и электродинамикой. Вот и здесь это хорошим образом завершается. Здесь мы в конце получили уравнение теоретической гидродинамикой, как аналог формулы Планка 90-го года. И здесь на основу анализа этой формулы можно обвести ламинарный и турблетный текущей. Ну следует иметь в виду, когда идёт решение о турбулентности, идёт турбулентность обусловленная тепловым движением. Поэтому турбулентность в этом смысле, а то турбулентность, которую давно математики исследуют, которая появляется при больших скоростях, при больших давлениях, ну это чисто в языке теоретической физики по виду невозможно описать. Но в данном случае я претендую, что меня удалось раскрывать природу турбулентности через хаотические движения частицы при течении текущей и проводимости. Поэтому полученный результат является более вкладом в область теории текущей и сверхтекущей проводимости и сверхпроводимости. А как известно, в настоящее время при решении проводимости сверхтекущей и сверхтекущей совсем другом путём пошли на основу уравнения квантовой динамики, которая не решается очень натяжкой, как-нибудь объясняет. Я, например, очень критически отношусь к тому, всем результатам, которые получены Ландау, Боголюбовым и БКШ, они все натяжкой, честно говоря. Естественным образом там никакого решения не было получено. А в этом подходе, который имеет фундамент в равнении Гипса и Гамильтона Яковича-Редингера, это естественное объяснение получает. И еще в заключении хочу сказать. Мысль о том, что основа физики, как теория многих частиц, следует завершить, разработать, отстаивал Тимирязев, Миткевич, в общем, несколько физиков в России. Они очень старались защищать вот эти старые классические физики от нашествия современной квантовой динамики. Они сказали, это путь никуда. И получается, что это на самом деле так. Спасибо за внимание. Я думаю, этот доклад особенно интересен тем, что сделан, по-моему, первый и верный шаг в попытке объединить разные подходы современной физики в некую единообразную точку зрения. Я, с другой стороны, эту же мысль попытаюсь провести у себя в докладе на основании введения некой единообразной системы размерностей. Вот я увидел, что действительно гидромеханические, электродинамические уравнения, они на самом деле об одном и том же. Спасибо большое. Спасибо.